Здравствуйте! Скажу сразу же, я не являюсь фанатом Marshall. Мне не нравится тот путь развития, который они выбрали, потому что он больше похож на деградацию с постоянными планомерными упрощениями как в качестве звучания, так и в используемых материалов. Соответственно, от Major 5 я абсолютно ничего не ожидал, и я понимал, что я буду делать это видео только по той причине, что его будут смотреть. То есть это та модель, на которую имеет смысл записывать видео, но никак никаких ожиданий в плане внешнего вида и уж тем более качества звучания. Но, блин, это первые наушники Marshall, которые мне действительно понравились. И более того, я готов сказать, что они оправдывают свою цену. По предыдущим моделям, те же Major 2, Major 4, на мой личный слух, на мое зрение, на мое ощущение, подделки были лучше, как по качеству звучания, так и по сборке, и по тем материалам, которые использовались. Но здесь все хорошо. Я сидел и думал, а собственно говоря, до чего мне докопаться, то есть какие найти нюансы, что здесь не так. Но по итогу все нормально, все хорошо. Для меня это откровение. Первые наушники Marshall, которые не просто не отвратительные, а хорошие и стоят своих денег. По дизайну практически не меняются. Они тут всегда это одни и те же мажоры. Все, сдалека вот так вот показываешь. Ну да, понятно, это Marshall Major. Конечно, самые красивые, самые симпатичные были тройки, потому что это более такой дутый дизайн. Это под кожу текстура, как на самих чашках. Здесь это просто как пластик, так и на амбушюрах. Оно было более выраженное, это все просто идеально. Но здесь уже лучше, чем в четверках, потому что снова вернули такой элемент под кожу. Приятно, и что самое классное, это доработали амбушюры. Я не люблю накладные наушники, мне они не нравятся, мне они неудобные, но Major 5, они удобные во всем. Все, я их надеваю, они нормально сидят на голове. Понятно, что если будут трясти, они спадут, но сами по себе они не пытаются у меня с головы свалиться. И это максимально удобные амбушюры. Понятия не имею, как они это сделали, но, во-первых, уши не так сильно потеют, во-вторых, отлично распределяется нагрузка. Все, то есть они сами по себе большие, то же самое было практически и в четверках, но там такого удобства не было. И очень приятный материал, который непосредственно с ухом соприкасается. Все, надеваешь, ну, мягко, комфортно, удобно. Для меня это непривычные чувства. И да, я действительно могу представить, что я в таких наушниках могу просидеть полчаса, а то там в каких-то случаях и час. Это вполне реально и возможно. Начинаю всматриваться в всякие элементы. В первых, вторых, третьих, четвертых маршалах, именно оригинальных неподделках, были проблемы с оголовьем. То, что здесь под свое окончание стык с креплением неправильно прошито. То есть есть какие-то наслойки. Оно все некрасиво, смотрится некачественно. Здесь этого нет. И строчка хорошая, и текстура под кожу приятная. Но единственное, чего не хватает по сравнению с предшественниками, это металлические вставки на обозначениях левого и правого стороны. Это нюанс, но да, окей. Это единственное, что здесь сделано прямо не очень. По элементам управления. Все осталось ровненько, как и было. Это очень приятный джойстик. Ему хочется взаимодействовать. Сделан классно. Есть также отдельная кнопка для включения. И по разъемам USB Type-C и 3,5 мм. Спасибо, что не 2,5 мм. И при этом разъем 3,5 мм. Обычный линейный, работает даже на выключенных наушниках. Это прям супер. То есть звук поступает напрямую, никак не используя начинку встроенные ЦАП-усилители наушников. То есть в теории можно получить чуть лучшее качество звучания. И так оно и получается. По автономности до 100 часов я, естественно, не проверял. Но, в общем-то, могу поверить, что на низкой громкости они свои там 70-80 часов проработают. Современный Bluetooth практически ничего не жрет. Можно как-то в это все поверить. Из кодеков ничего интересного. Да и фиг бы с ним. На обычном SBC и AAC они тоже звучат приятно. И теперь по звуку. Что же в них настолько хорошего? Это музыкальная подача, которая здесь абсолютно и полностью уместна. Это огромный просто акцент на низких частотах. Они здесь собой забивают все. Но это не плохо. В отличие от предшественников, бас здесь хороший, собранный. Он имеет массу, имеет вес, энергию. И не нужно выкручивать громкость для того, чтобы бас начал валить нормально. То есть даже на низкой, на средней громкости бас оставляет свою массивность. Он сохраняет свою плотность и энергичность. Это очень круто. И на высокой громкости, разумно высокой громкости, он сохраняет свою целостность. Он не начинает деградировать. Мне это понравилось и очень сильно понравилось. На высоких частотах эта самая массивность, она сохраняется. То есть высокие частоты не резкие. Мне как аудиофилу, естественно, не хватает резкости в тех же тарелках, чтобы атаки были более собранные, более хлесткие и ярко выраженные. Здесь этого нет, но это тоже нормально играет. То есть от звучания этих наушников не устаешь на протяжении долгого времени. И при этом высокие частоты, они не остаются выхлощенными, потому что у них осталась эта самая масса интересность инструментов. Это очень хорошо. Единственный вопрос, который у меня есть, это середина. Середина звучит немного, ну, нормально так, закрыто. Как раз таки ей интересности в нормальном смысле не хватает. Вот эта вот V-образность звучания, она сказывается. И это можно в теории поправить. То есть можно поставить приложение Marshall, что я и сделал, открыть эквалайзер, попробовать эту самую середину вот обратно выдвинуть там, где она и должна быть. Но от этого звучания вроде как поправляются, но появляются другие проблемы. Эквалайзер очень такой слабенький, хотелось бы больше, чем просто 5 полос в диапазоне там от 160 Гц до 6000 Гц. Хочется больше, но этого не дают. Лучше ситуация поправляется проводным подключением. Подключал к ЦАП-усилителю FIO K17. И да, действительно середина становилась лучше. Более целостный, более собранный, натуральный и естественный. Все еще не идеально, но блин, это уже хорошо. То есть сам факт, что ты надеваешь наушники, ты слушаешь в них музыку и все, ты радуешься. То есть если вы слушаете драм-н-бас какой-нибудь, все, это вообще идеально, потому что он валит мощно, объемно, круто, не напрягает слух. И ну вот да, это то, что ты ожидаешь от данного жанра. А если слушаете что-то из металла, где вокал он ближе к гролу такому, это тоже звучит классно. Потому что вот эта самая особенность, характерность звучания середины здесь, она делает грол более таким прикольным и выразительным. Не знаю, как это работает, но тем не менее. Если просто какую-то обычную попсу, ну да, там уже понимаешь, что вокала там много, даже часто он прописан хорошо и немножко не хватает ему такой натуральности. Но все же это уже нюансы. То есть Major 5 это первый огромнейший шаг вперед по сравнению со предшественниками. Потому что предыдущие модели, они как-то все упрощают, упрощают что-то, что-то уберут, что-то еще уберут. Здесь какое-то спорное решение сделают, а здесь просто вот из дна во что-то хорошее, что я действительно хотел бы послушать. И если бы мне нравились накладные наушники, просто мне было бы в них комфортно, я бы имел какие-то сценарии их использования, я подумал бы над тем, чтобы себе их приобрести. Потому что звучат они интересно. У них есть драйв, у них есть своя особенность подачи, которая не встречается в таком же виде по преимуществам у своих конкурентов. И все, это подкупает. Они реально стоят своих денег. Для меня это шок. Тем более, как для, ну, будем так говорить прямо, хейтера Marshall. Потому что, ну, у меня вызывают очень много негативных эмоций, их новые какие-то модели. Я привык к тому, что Kill Burn 1, блин, это была классная колонка, которая визуально выполнена дорого, у которой есть куча своих стильных классных элементов. Это хоть и своеобразное звучание, опять-таки с той же проблемной серединой, но оно интересное. Все равно есть за что похвалить, есть какие-то фишки, которые будут продающими для устройства. Потом эти продающие фишки стали убирать, и все, их нет. Нет, осталось только что-то непонятное. Здесь все хорошо. Просто хорошо сделанные наушники. И, в принципе, я рад тому, что есть такие вот продвижки у А-брендов. То есть, то же самое касается и Sony. Они вот как-то дичь за дичью творят, но последние ульта 900, их полноразмерные наушники, мне понравились. Я понимаю, что они реально стоят своих денег, как было практически всегда. Ты рассказываешь про Sony, говоришь, да, прикольно, да, интересно, но есть китайцы, которые стоят в 2-3 раза дешевле, и они смогут дать сопоставимое качество, а то и лучше. А здесь, что в случае с теми же Sony, ты где же, Шукахи, понимаешь, да, они стоят своих денег. Все, за 200-250 долларов Китай не предложит чего-то принципиально лучше. Вот то же самое и здесь. Наушники, да, Marshall, новинка, у них еще цена сейчас, ну, немного подзавышенная, потому что, ну, все-таки новинка, но все равно оно того стоит. Я рад, что есть такие движения вперед, это хорошо, это правильно, поэтому могу советовать их к прослушиванию и дальнейшему приобретению. А если захотите приобрести, то по ссылке в описании вы сможете их найти. Доставляются как по Беларуси, так и по России. На этом у меня все. Вам спасибо за просмотр. До скорых встреч.